Отзвук 44-дневной войны еще долго будет звучать в Армении. Тамошнему населению уже пришлось признать, что на протяжении очень долгого времени им красочно и заботливо вешали лапшу на уши, рассказывая о непобедимости армянской армии. Столкновение с реальностью помнится было очень болезненным. Многие армяне, не только проживающие в Армении, до последнего момента верили официальной пропаганде, которая ратовала о таком количестве так называемой уничтоженной азербайджанской военной техники, что ею можно было вооружить все страны-члены НАТО. Потом, когда выяснилось, что наступила череда бесконечных тактических отступлений армянской армии, началась истерика, проклятие в адрес лгунов, которые потом преспокойно ушли с занимаемых должностей. И никто условному Арцруну ничего не сделал. Впрочем, даже если бы их публично выпороли в центре Еревана, это никак бы не сказалось на итогах войны, во время которой потомки тех, чьи танцы якобы заставляли едва ли не прятаться под кровать великих полководцев древности. Бежали с поля боя со скоростью звука. Очередная группа в полосатых купальниках, по данным армянской прессы, обнаружилась в Иране. Говоря конкретнее, по достоверным сведениям газеты «Грапарак», на территории Ирана находятся 160 армянских военнослужащих. Данное издание уточняет, что одним из поводов для недавнего прибытия в Армению высокопоставленных иранских военных чиновников стало обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат. Высказалась на эту тему и депутат армянского парламента Наира Заграбян. По ее словам, уже долгое время многие родители пропавших без вести передают ей информацию о достоверных сообщениях, даже телефонных звонках о том, что их сыновья в дни войны в районе Джабрайла пересекли государственную границу с Ираном, где были взяты в плен. Нам также сообщили, что для возвращения армянских военнослужащих Иран якобы выдвинул определенные предусловия. Фактически, пример Азербайджана заразителен, и они также пытаются воспользоваться наличием у себя пленных, указывает данная СМИ. Мировое армянство сейчас нажимает на все кнопки, дергает за ниточки, приводя в действие всех прикормленных политиков из разных стран, требуя отпустить убийц и диверсантов. До требований наградить их, выдать земельные наделы и беспроцентные кредиты еще не дошло, но все это уже выглядит смешно и цинично. Теперь, когда 160 армянских военнослужащих обнаружено еще и в Иране, дело обретает совсем уже анекдотический формат. Ждем теперь резолюции Европарламента с требованием освобождения Ираном армянских дезертиров. Да, именно дезертиров. Все попытки избегать этого названия с армянской стороны выглядят кокетством старой девы. Дезертировали, как ни крути, так называемые непобедимые, при виде наступающей азербайджанской армии. В Иране их, ясное дело, в плен взяли. А что положено делать с солдатами другой страны, которые пересекли твою границу? Не медали же за отвагу им раздавать. Так что, Европарламент вполне может выразить серьезную озабоченность. А заодно и президент Франции Эммануэль Макрон может в соцсети какой-нибудь пост на армянском языке написать по этому поводу. Мол, мысленно с вами грузите апельсины тачками. Да, Иран не европейская страна и резолюции Европарламента ей по боку. Как и посты Макрона. Но когда здравый смысл был преградой для осуществления выкрутасов со стороны симпатиков Армении. Тут главное, выразить возмущение всем сразу. Это к тому, что по армянским же официальным данным, количество дезертиров с их стороны в ходе 44-дневной войны составляло 10 тысяч человек. Так что, определенная часть непобедимых вполне могла убежать в Грузию. Была бы возможность убежала бы и в Турцию, но тут, как в анекдоте, вариантов нет. В общем, молва об армянских военнослужащих, как о больших специалистах по массовому бегству с поля боя, уже ходит по миру. Такое вот эхо войны, которое звенит в ушах самих армян, заставляя их признавать, что, наверное, врали Страбон, Геродот и Плиний-младший. Или вся эта ахинея, на которой воспитывались поколения армян, годна только в качестве застольного анекдота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...